Видит Бог. Это создавалось не для людей. Начнем со сборки. Это песня, которую поют вам ангелы. Пила не вращается, цепь не вращается. Привет, вы на канале Беган, меня зовут Артем. Грядет Хэллоуин, и поскольку этот праздник чаще всего ассоциируется с фильмами ужасов, мы решили сделать обзор на инструмент, который, пожалуй, является символом хорроров. Сегодня у нас бензопилы. Сразу надо оговориться, что данный обзор предназначен скорее для тех, кто редко работал с данным инструментом, ну или не работал вообще, но внезапно начал испытывать острую потребность в его приобретении. Поэтому профессионалы, можете смело писать в комментариях, что я олух. Хотя, кто знает, может и вы почерпнете для себя что-то новое. Итак, здесь у меня три бензопилы. Это Husqvarna, это Oleomag и это Stiga. Все они среднего ценового сегмента, все они бытового назначения. Вообще у них, на первый взгляд, очень много общего. Длина шины у всех 40 сантиметров. Понятное дело, что чем длиннее шина, тем более толстый ствол дерева вы сможете срезать. Шины такого размера свойственны для непрофессиональных пил, поэтому для дачи это самое то. Но лес валить вы ими не сможете, да и слава богу. Мощность измеряется в лошадиных силах, у всех она плюс-минус одинаковая. Husqvarna 2 лошадиных силы, Oleomag 2,3 лошадиных силы и Stiga 2,2 лошадиных силы. Чем больше лошадиных сил в вашей пиле, тем быстрее она должна справляться с распиливанием древесины. По этой логике Oleomag должен быть быстрее всех, но это мы еще проверим. Шаг цепи у всех 3,8. Чем больше шаг цепи, тем глубже пропил, но по данному параметру лидеров у нас нет. Размер баков. Husqvarna 260 мл, Oleomag 320 мл и Stiga H510 мл. Понятное дело, что чем больше бак, тем дольше инструмент проработает, но, соответственно, это повлияет на вес инструмента, поэтому Stiga, которая и так тяжелее всех, это 6 кг против 5 кг, она после заправки бака станет еще более увесистой. Объемы масляных баков. Husqvarna 150 мл, Oleomag 220 мл и Stiga 260 мл, опять больше всех. Количество оборотов на холостом ходу у Husqvarna и Oleomag 3000, у Stiga 3300. Максимальное количество оборотов 9000, 12800 и 12000. В этом плане Oleomag опять делает заявку на победу, как самый быстрый инструмент. С общими техническими характеристиками, пожалуй, все. Теперь смотрим на каждую из них поближе. В общем, чтобы познакомить вас с этими инструментами поближе, я предварительно их разобрал, и при вас сейчас их обратно соберу, чтобы показать, как это, собственно говоря, делается. Сейчас на операционном столе у нас Oleomag. Кстати, если немножко пробежаться по комплектации, она у него небогатая, тут идет инструкция и ключ специальный для, собственно, сборки и обслуживания данной бензопилы. Итак, для начала необходимо установить шину и натянуть на нее цепь. В принципе, здесь ничего сложного. Два болта-штырька. Устанавливаем шину, просто чтобы она висела для начала. Далее нам необходимо надеть цепь. Сначала лучше всего накинуть цепь на звездочку, которая находится вот под этим колесом. и попадаем цепью в паз, которая находится на шине. Потихонечку ее устанавливаем, чтобы все у нас было ровно. Необходимо проверить, убедиться в том, что цепь полностью в паз попала, чтобы потом не было никаких эксцессов. Шину можно немножко оттянуть в ту сторону, чтобы цепь натянулась. После этого устанавливаем крышку. Тут есть важный момент. На крышке есть вот такой штыречек. Надеюсь, вам его видно. На шине есть вот такое вот отверстие. Очень важно, чтобы данный штыречек в это отверстие попал. Он нужен для того, чтобы цепь натягивать. И, соответственно, нужно попасть им в шину. Иначе у вас крышка не закроется, и цепь вы натянуть не сможете. Вот в данный момент он у меня не совсем попадает для того, чтобы он попал. Мы берем... Здесь есть специальный болтик для натяжения цепи. Берем инструмент, который был в наборе, и начинаем его крутить. Так, все. Штыречек в паз на шине у меня попал. Теперь можем взять гайки и крышечку нашу закрепить. Что-то как-то я все очень нежненько называю. Штыречек, гаечки, крышечка. Так, гайки я наживил. Теперь можно ключом, который идет в комплекте, их подтянуть. Когда гайки будете подтягивать, шину можно немножко... Можно и нужно немножко приподнять. Гайки немножко затянули, и, соответственно, берем... То есть мы просто подтягиваем вот здесь этот болт. Соответственно, штырек внутри немножко выдвигает шину, тем самым цепь натягивается. Особо перетягивать не нужно. Как понять, что цепь натянута так, как надо? Берем вот так, отводим цепь от шины. 5-7 миллиметров должен быть отступ. Если он есть, все, цепь натянута. Вот, в принципе, и все. Олеомак у нас собран. В целом, ничего сложного. Сейчас пробегусь еще по некоторым моментам, которые здесь могут быть интересны. Материал корпуса. Здесь, конечно, все пластик, 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 пластик. Все пластиковое, кроме ручки. У Олеомака ручка металлическая. Ручка здесь с текстурой, но мне держать, честно говоря, не очень удобно. Не знаю, мы, конечно, будем еще в работе тестировать данный инструмент. Но пока такое ощущение, что рука будет соскальзывать. Следующий важный момент – это воздушный фильтр. У Олеомака он находится здесь. Воздушный фильтр надо периодически прочищать. Потому что, если этого не делать, он забивается, обороты на пиле падают, двигатель перегревается. В общем, может привести это все к печальным последствиям. Инструмент придется нести в сервисный центр. Следующим образом фильтр у Олеомака извлекается. Здесь, на крышке фильтра, есть вот такая вот крышечка, которая вращается и ослабляет крышку. Далее поднимаем чуть-чуть и вытягиваем. Здесь у нас колпачок свечи. Под ним, собственно, свеча. И вот он, сам фильтр. Фильтр из нейлона. Чем фильтр из нейлона хорош? Его можно промыть. То есть мы берем мыльную воду, промываем фильтр, просушиваем его. Все, можно дальше работать. То есть также устанавливаем. Установили фильтр и крышку. Здесь, правда, есть один момент. Попробую вам показать. Когда мы надеваем крышку обратно, она цепляется за колпачок свечи. И немножко надо на силу ее. Поэтому закрыть. Ничего страшного, не произойдет. Вот, закручиваем крышечку обратно. Все, фильтр готов к работе. Далее. Здесь есть зубчатый упор, который добавляет комфорта при использовании данного инструмента. Здесь, как и все остальное, в данной бензопиле упор пластиковый. Что у нас дальше? Для такого инструмента, как бензопила, очень важен такой параметр, как гашение вибрации. Иначе руки у вас, конечно, офигеют от долгой работы. Здесь у нас стоит вибрационная система на пружинах. Еще бывают демпферы из резины. Кстати, да. То есть, если приглядеться, здесь есть резиновые демпферы. Они не так эффективны, как пружины. Но здесь и такая, и такая система установлена. В принципе, если вот так даже посмотреть, видно, что какую-то вибрацию Олеомаг будет отрабатывать. Опять же, в работе все это проверим. Все это я попробую и вам расскажу о своих ощущениях. Далее. Вот здесь есть такая пипа, она резиновая, которая называется праймер. Для чего он нужен? Перед работой нажимаем несколько раз. Говорят, что 7-10 раз хватает. В целом вы почувствуете. То есть, когда нажимаете, сначала ощущение, как будто вы гоняете воздух. В какой-то момент чувствуете, что праймер начинает наполняться жидкостью. В принципе, здесь это видно. Двигатель в данной бензопиле двухтактный. И заправлять его надо смесью бензина и масла. Смесь делаем 50 к 1. В общем-то, вот он у нас. Бак находится вот здесь. В принципе, здесь есть картинка, которая показывает, что бензин нужно смешивать с маслом. Поэтому, даже если вы забудете то, о чем я сейчас вам рассказываю, данный значок вам об этом напомнит. Ну и внимательный зритель, конечно, заметил, что здесь есть еще одна крышка, которая ведет у нас в емкость, предназначенную для масла, которое будет у нас смазывать цепь, для предотвращения ее быстрого износа. В целом, по олеомаку все. Собрать пилу и подготовить ее к работе, я думаю, вы теперь сможете. Более конкретно расскажу еще на тестах. Дамы и господа, хускварно. Я вам сразу скажу, с этой пилой у меня самые сложные отношения сложились. Сейчас расскажу, почему. Начнем с комплектации. Тут в целом нет ничего интересного. Стандартный ключ. У всех есть этот стандартный ключ. Здесь есть запасная цепь. Ну, я сказал, что ничего интересного. В целом, это круто, потому что у остальных бензопил такого нет. Инструкция. Это понятное дело. И здесь есть зубчатый упор. Запасной? Нет. Это зубчатый упор, который должен быть установлен. Но у данной пилы, в отличие от ее конкурентов, зубчатый упор из коробки почему-то не установлен. Видимо, производитель предлагает сделать нам это самостоятельно. Как я и сказал, по комплектации мы пробежались. Теперь давайте собирать. В принципе, вначале кажется, что здесь все просто и все то же самое. Берем цепь, проверяем в ту ли сторону она у нас направлена. Накидываем на звездочку. Далее устанавливаем шину и цепь вставляем в паз нашей шины. Аккуратно проверяем, чтобы все наши штыречки на цепи в пазик попали. Так, вот цепь мы накинули. В целом, в этом нет ничего сложного. Но с этого момента начинаются чудеса на виражах. Казалось бы, здесь механизм такой же, как и у предыдущей бензопилы, но все не так просто. Также здесь есть штыречек для натяжения цепи. Также необходимо попасть в нужный паз на шине. Пытаемся это сделать. Далее нам нужно цепь натянуть. Подняли немножко шину. И прикол в том, что болт натяжения цепи, он находится вдоль шины. То есть, не сбоку на крышке, как было у Олео Мака, а зачем-то его прикрепили именно вдоль цепи. Это очень неудобно. Блин. Опять же, можете назвать криворуким меня, но черт побери. Видит бог. Это создавалось не для людей. Кроме того, вы цепляетесь пальцами за цепь, поэтому у вас всегда остается опасность того, что вы можете получить травму. Наверное, стоило сначала накрутить гаечки, но опять же, пишите в комментариях, какой я овух, не обижусь. Так, в общем-то, цепь мы натянули, подтягиваем гайки. Здесь тоже есть момент, то есть, когда мы ключом крутим вдоль корпуса, он почему-то цепляет крышку. Я не знаю, мне кажется, что такого быть не должно. То есть, как-то все это должно быть устроено более комфортно, что ли. Так, цепь натянута, 5-7 миллиметров от шины у нас получается, она крутит. На самом деле, я бы еще подтянул, просто этого не хочется делать, потому что это жутко неудобно. Нет, все, цепь натянута. Так, забыл один важный момент, когда рассказывал о предыдущей бензопиле. Здесь есть такая штука, которая называется цепи-уловитель, то есть, если у вас слетает цепь, она вас не должна ударить, потому что здесь есть вот такой порожек. Здесь, в хускварне, он металлический, в олеомаке, как и весь олеомак, он пластиковый. Далее, пробежимся по тем же параметрам, что и раньше. Материал, корпус данной бензопилы, он пластиковый, все, пластик, пластик, пластик. Ручка тоже пластиковая, в отличие от олеомака того же. Честно говоря, честно говоря, держать ее удобнее, и чувствуется, что она более плотно лежит в руке и не скользит. Здесь есть вот такие засечечки вдоль всей ручки. Ну и благодаря ним держать данную бензопилу достаточно удобно. Далее, давайте сделаем вид, что нам надо заменить воздушный фильтр, и попробуем найти крышку, под которой он находится. Где? Где здесь? Что нужно покрутить, чтобы найти фильтр? Никаких защёлок или крышечек, например, как на предыдущем инструменте, я здесь не вижу, а знаете почему? Знаете почему? Потому что здесь все на болтах. Ладно, окей, хорошо, я с этим согласен. Здесь есть ключ, которым вы можете открутить данные болты слэш шурупы. Так, вот эти шурупы мы открутили, но всего их здесь три, и нужно открутить ещё один, который находится вот с этой стороны, прямо рядом с ручкой. И это максимально неудобно. Я не понимаю, зачем это конструировалось именно вот таким образом. Такое ощущение, как будто инженер специально хотел поиздеваться над пользователем. Напоминаю, это мы всего лишь пытаемся поменять воздушный фильтр. Готово! Не заняло и недели. Блин, это было не круто. Вот мы сняли крышку, ищем воздушный фильтр. Находится он вот здесь. Сразу видно, что материал другой, фильтр здесь фетровый. Как его поменять? Как же он снимается? А всё просто, здесь ещё один шуруп. Я понимаю, что это надёжно, что он, скорее всего, никуда не денется, но, чёрт возьми, как же это неудобно. Здесь снимается специальная пластиночка. Всё, фильтр у нас в руках. Фильтр здесь фетровый. В отличие от нейлоновых фильтров, по идее, они не чистятся. То есть, такие фильтры меняются, но на всяких форумах бывалые, скажем так, люди говорят, что его можно просто выбить об стол и использовать дальше. Но факт остаётся фактом, такие фильтры необходимо менять гораздо чаще, чем нейлоновые. В принципе, вот как поменять фильтр, я вам показал. Встретимся через два часа, когда я соберу эту пилу обратно. Итак, крышку я установил обратно. О чём ещё необходимо упомянуть? Антивибрационная система. Здесь тоже всё на пружинах. И честно говоря, это первый момент, которым Husqvarna меня радует, потому что здесь ручка, вот она прям ходуном ходит. И у меня есть такое ощущение, что когда мы будем ей работать, она в плане гашение вибрации будет вести себя лучше всех, но опять же мы это ещё проверим. Всё остальное не так, чтобы достойно внимания, но упомяну на всякий случай. Здесь также находится праймер, здесь есть крышка топливного бака, на ней также указано, что необходимо заливать смесь, бензин и топливо. Двигатель тоже двухтактный, соответственно, тоже льём масло для двухтактных двигателей и мешаем в тех же пропорциях, что и у Олео Мака, то есть 50 к 1. Крышечку закрываем, здесь находится ёмкость для масла, которая предназначена для того, чтобы смазывать нашу цепь. В какой-то момент я хотел кричать аллилуйя и радоваться тому, что с Хускварной я закончил, но знаете что? Я забыл установить зубчатый упор. А знаете, почему я забыл установить зубчатый упор? Потому что он не установлен, в отличие от других бензопил. Но ради вас я разберу Хускварну обратно и покажу вам, как данный упор устанавливается. Ну вот, я снова разобрал данный инструмент здесь, под тем местом, куда крепится шина. Есть два отверстия для двух шурупов, куда крепится зубчатый упор. Сюда поставили, закрепили. Я не хочу делать этого прямо сейчас. Я думаю, вы здесь разберетесь сами. Я пойду, пока за кадром соберу эту пилу, подготовлю ее к тестам. С помощью магии монтажа вернусь через 2 секунды и покажу вам Стигу. Итак, вот у нас последняя на сегодня конкурсантка. Это пила от фирмы Стига. И сейчас вы поймете, почему так сильно горела моя пятая точка от Хускварны. Начнем со сборки. Я вам скажу, господа, это песня, причем песня, которую поют вам ангелы. Начнем с установки цепи. И в отличие от предыдущих двух пил, тут звездочку видно сразу. То есть ничего ее не перекрывает. Далее устанавливаем шину. Сразу отмечу, что здесь вот этот штырек для натяжения цепи. Он установлен не в крышке корпуса, а в самом корпусе. Поэтому попасть специальным пазом, который на шине располагается, в него гораздо более удобно. Мы устанавливаем цепь. Да, цепляем шину на наш штырек, устанавливаем цепь. Так, вот у нас шина стоит на этом специальном штырьке. Есть отвертка в комплекте у Стиги, который, по идее, должен, должна натягиваться цепь. Честно говоря, она не очень удобная. То есть, если у вас есть отвертка побольше, можете воспользоваться своей. Так, немножко поднатянули. Далее мы берем крышку корпуса и, знаете что, здесь специальные гайки, которые не выпадают, которые не теряются и которые очень легко надеваются, потому что здесь есть наводящие. Мы просто прикладываем нашу крышку и затягиваем. И не знаем, бед вообще. Довольно-таки простое и, в принципе, очень удобное, комфортное решение. Да, инженеры Хускварны. Итак, гайки я поднаживил, теперь их надо затянуть. И тут еще одно классное решение от Стиги. Дело в том, что ключ, который идет в комплекте у всех этих трех бензопил, у Стиги находится прямо в корпусе. Это офигенно! То есть, вы, мало того, что гайки не потеряете, так еще и ваш ключ у вас всегда под рукой. Берем, затягиваем гаечки, затягиваем гаечки. Все, бензопила собрана. Кстати, зубчатый упор здесь установлен сразу, прямо из коробки. Так просто, да? Инженеры Хускварны. Пока собирал бензопилу от Стига, думаю, что-то мне мешается. Совсем забыл рассказать про комплектацию. Так же, как у остальных, она не очень богатая, маленькая отверточка для натяжения цепи. Это специальное полотно для заточки ваших зубьев на цепи. Не ваших зубьев, а зубьев цепи. И огромный фолиант на всех языках мира, который на самом деле является инструкцией к этой бензопиле. Далее пробегаемся по всем тем же параметрам, которые мы уже заценили у предыдущих конкурсантов. Натяжение цепи реализовано офигенно, то есть шину очень легко установить, очень легко попасть туда, куда нужно. Здесь сбоку идет специальное место под отвертку, то есть просто берем, натягиваем все. Очень удобно. Почему некоторые производители до сих пор делают шуруп вот этот натяжение цепи с этой стороны, я не понимаю. Это, по-моему, очевидно, что так гораздо удобнее. Далее, уловитель цепи здесь тоже металлический. По данному параметру пока уступает только олеомаг, ну или мне кажется, что он уступает, потому что может там пластик настолько прочный, что ничто в мире его не сможет уничтожить. Материалы корпуса. В целом, стига здесь не отличается оригинальностью от своих предшественниц, скажем так. Все пластик, 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 пластик. Абсолютно все пластиковое, включая ручку. Здесь, как и уху скварны, есть такие бороздочки, которые идут по всей длине ручки, ну, кроме вот этого места, потому что здесь держать ее, пожалуй, незачем. По удобству рука не скользит. Рука не скользит, материал удобный, приятный на ощупь. То есть, Олеомаг пока что хуже всех себя показывает. Там материал похож на этакий абразив и чисто с виду кажется, что держаться он в руке должен плотнее всего. Но нет, то есть, хускварна и стига, они, на мой взгляд, обходят Олеомаг по данному параметру. Далее смотрим, где у нас находится воздушный фильтр и как его менять. Ребята, я готов просто обнимать того человека, который это все проектировал, потому что здесь есть защелка, которая открывается, крышка снимается абсолютно без каких-либо препятствий. Вот у нас фильтр. Обратите внимание вот на эту конструкцию, которая удерживает фильтр. Я смотрел некоторые обзоры, где консультанты из разных магазинов электроинструментов, просто у них возникали проблемы с тем, как это открывается. Хотя на самом деле все просто. вот с этой стороны на данной красной кнопке написано слово PUSH, что по-английски значит нажать. Собственно, это мы и делаем. Фильтр высвобождается. Материал у него нейлон, поэтому его просто можно промыть в мыльной воде, как я уже говорил, высушить и установить обратно. Установили обратно, защелкнули, поставили крышку. Здесь крышка устанавливается максимально легко, как в Олеомаге. Она не цепляется за колпачок свечи, просто защелкнулась, все. Антивибрационная система. Переворачиваем, смотрим. Пружинные демпферы, резины, честно говоря, я здесь не вижу. Возможно, резиновые демпферы где-то есть внутри, но на первый взгляд вот так в глаза они не бросаются, поэтому утверждать я, конечно, ничего не могу. Чисто на ощупь. Ну да, то есть видно, что есть ход, то есть пила будет отрабатывать вибрацию. Честно говоря, как бы я не бомбил на Husqvarna, но ее антивибрационная система на первый взгляд у меня вызывает наибольшее доверие. Опять же, все посмотрим в реальных условиях, на тестах. Все попробую, потрогаю, все вам расскажу. Здесь у нас находится праймер, здесь у нас крышка бака, в которой также заливается смесь бензина и масла. В отличие от предыдущих бензопил, здесь соотношение бензина к маслу идет 40 к 1. Здесь также крышка емкости под масло для цепи. В принципе, большой разницы между всеми тремя конкурсантками я не заметил в этом плане. Если вы новичок, вы, наверное, спросите, а как мне смешать масло и бензин в нужных пропорциях, если я раньше никогда этого не делал и мерных стаканчиков у меня нет. На глаз, что ли? Нет, не на глаз. Стига положила в свою коробку вот такую бутылочку, на которой есть отметки, с помощью которых вы сможете смешать масло с бензином в нужных вам пропорциях. Казалось бы, простое, но почти гениальное решение. Да, комплектовщики Husqvarna и Oleo Mac. Давай-ка я расскажу про то, как мы звонили. Когда мы, значит, собирали в первый раз эти пилы, нам нужно было понять, какое масло заливать для двухтактных или там четырехтактных двигателей, потому что я, да, профан, как я уже сказал. Мы позвонили во все три компании. Стига спросил, я говорю, какой двигатель? Сколько тактов в двигателе? Какое масло заливать? Чувак думал-думал, сказал, что я перезвоню вам через 10 минут, перезвонил через 10 минут и сказал, что двухтактный двигатель, масло заливать такое-то, потом он мне еще прислал смс-ки с пропорциями, ну, короче, там инструкцию прислал, все это есть в инструкции, это все есть в инструкции, но почему-то для службы поддержки некоторых фирм это не очевидно с самого начала. Стига перезвонила и сказала нам верную информацию. Потом мы позвонили в Олео Макс, спросили, скольки тактный двигатель, даже не думая, человек ответил двухтактный двигатель и все, наш разговор закончился меньше, чем за минуту. Мы позвонили в Хускварну и оператор Хускварны, оператор горячей линии компании Хускварна направил меня по одному телефону, позвонив по которому меня направили на второй номер телефона, позвонив по которому меня направили на третий, по третьему я уже звонить не стал, потому что, ну, я так понял, что это бесконечная цепочка. После этого позвонила наша прекрасная СММщица Полина, задала тот же самый вопрос, у нее поинтересовались, в каком городе она находится, после того, как она сказала, что она из Ярославля. Знаете, куда ее направили? В магазин бегам за консультацией ее направили. Я не понимаю, ну, горячая линия, я звоню на горячую линию, для чего люди там работают, я не понимаю, какой вопрос, такой горячий вопрос я должен был задать, чтобы мне на него сразу ответили максимально оперативно и четко и правильно. Ну вот, стегомотные теории мы наконец-то закончили, сейчас пойдем на улицу, покажу, как заливать, как запускать и главное, как пилить этими бензопилами. Погнали! Ну что, вот мы вышли на улицу, сейчас будем тестировать наши бензопилы. Для начала покажу, как они запускаются, как заправляются, а после посмотрим, как они ведут себя в работе. Итак, что мы делаем? В студии мы уже развели смесь в тех пропорциях, которые я обозначал до этого. Сейчас просто берем и заливаем эту смесь в бак. Что мы делаем? Откручиваем крышку топливного бака, берем нашу смесь, лучше это делать, конечно, с воронкой, но у меня нет воронки, потому что я нищий. Так, окей, топливную смесь залили, далее необходимо залить масло для цепи. Тут такой момент, я сначала этого не знал, но теперь знаю, для цепи используется специальное масло, Chain Oil, очень много разновидностей, мы взяли чуть-чуть подороже, как мне объяснили, лучше любое цепное масло, чем, например, масло для двигателя, то есть даже дешевое подойдет, главное, чтобы оно было специализировано именно под цепи. Масло заливаем, соответственно, в емкость для масла. Ой, масло тоже желательно заливать через воронку, но у меня нет воронки по обозначенным выше причинам. Так, маслица мы добавили, даже не пролили, даже без воронки. После того, как все необходимые жидкости мы залили в нашу бензопилу, можно ее запускать здесь. Есть два рычага, красный и синий, синий, необходимо оттянуть до конца, назад, после этого. Здесь есть специальный упор, куда можно поставить ногу, кстати, не очень удобный, нога цепляет курок. Во всех инструкциях пишут, что рычаг экстренной остановки цепи, он должен быть стоять в положении, чтобы цепь была заблокирована. Но, опять же, более профессиональные люди говорят, что, как правило, пользователь забывает потом снять данный рычаг с блокировки, и это часто приводит к тому, что новые пользователи свои пилы просто сжигают. Поэтому у вас есть два варианта. Либо вы действуете по инструкции и блокируете вашу цепь, но держите в голове, что как только вы начинаете работу, ее нужно будет с блокировки снять. Либо вы сразу держите блокировку снятой, но тогда вам нужно вести себя очень-очень осторожно. Ну и все, праймер мы прокачали, топливо в карбюратор попало, рычаг у нас синий оттянут, можно вытягивать трос, трос вытягиваем, пока не почувствуете сопротивление. После этого делаем одно движение. Все, она один раз рыкнула, можно задвигать этот синий рычаг и пытаться ее запустить. с полточка. Для того, чтобы ее выключить, нажимаем на красную кнопку. Все, пилу мы знаем теперь, как запускать, можно испытать ее в работе. Субтитры создавал DimaTorzok стига. Тут механизмы те же самые, немножко в другом исполнении. Вот здесь, рядом с тросом, есть переключатель. Если смотреть на пилу, скажем так, с этой стороны, нужно его в крайнее правое положение перевести. Перевели, прокачали наш праймер, топливо в карбюраторе. После этого можно запускать. Так, ну здесь упор как будто поудобнее, но тоже немножко натирает ногу, скажем так. Блокировку цепи мы убираем, оттягиваем трос до сопротивления. Один раз она на нас порычала. Рычаг, вот этот переключатель устанавливаем в крайнее левое положение. надеюсь, вам видно. И пытаемся запускать. Также пол пичка, если сделать все правильно. Здесь сзади красная кнопка, которую, когда мы нажимаем, пила останавливается. Все очень просто. Можно приступать. Кстати, забыл один момент. У стиги есть еще одна прикольная плюшка. Вот здесь есть окошко, через которое можно отслеживать уровень топлива. Все, вроде бы все рассказал. Можно пробовать в работе. Олео Мак. И опять, принцип такой же, исполнение чуть-чуть другое. Залили топливо и масло. Здесь, сзади, синий рычаг. Опускаем его в самое нижнее положение. После этого. О, кстати, у Олео Мака самый удобный упор. Вообще, очень удобно. В отличие от стиги и хускварны. Пробуем. Оттягиваем трос до сопротивления. Дергаем его. Все, пила рычит. Переставляем рычаг в среднее положение. Пытаемся запустить. Вот так делать не надо. Я забыл снять упор. И поэтому пила не вращается, цепь не вращается. Поэтому, опять же, не забывайте снимать упор, либо сразу с него снимаете, но потом будьте осторожнее при запуске. Если перевести синий рычаг в самое верхнее положение, пила остановится. Все, все рассказал. Можно идти пилить дерево. В общем, вы сами все видели, пилы мы потестили. Сейчас возвращаемся в студию, чтобы подвести некоторые итоги. Птем, слушай, у меня там тыква на Хэллоуин. Ты посмотришь за ними? Ладно, я сейчас вернусь. Обязательно. Итак, сейчас мы моделируем ситуацию, которая может произойти с каждым из вас на Хэллоуин. Идете вы домой после вечеринки, и тут в подворотне вас ловят три оборзевших тыквы. Но, к счастью, у вас с собой три бензопилы. Субтитры сделал DimaTorzok из этой пирог сделаем. Ну что, сходили мы на улицу, древесину попилили, с тыквами подурачились. Что могу сказать по итогу? Начну с Хускварной. Как я и думал, антивибрационная система здесь самая годная. То есть, я, когда пилил дерево, вообще не почувствовал практически никакой отдачи. Также, до этого я упоминал, что не очень удобная ручка. Действительно, держаться очень удобно было. Не почувствовал никакого скольжения или дискомфорта. Это очевидные плюсы, которые я сразу для себя отметил. Не очень удобно. Мне показался упор для ноги. Цепляют курок и не очень комфортно держать. Хотя, профессионалы запускают бензопилы с рук. Поэтому, если вы немного приноровитесь, может, вам и не придется ставить ногу в бензопилу. В плане пиления она оказалась медленнее всех. Честно говоря, я думал, что хотя бы тут она покажет себя лучше, чем остальные. Но, к сожалению, этого не произошло. Не знаю, почему. Далее. Олео Мак. Сразу, что могу отметить? Это удобный упор для ноги. Ручка, она не то, чтобы прям сильно скользила в перчатках, на которых здесь был элемент прорезиненный. Конечно, это не так заметно, как в голой руке. Но, тем не менее, чуть-чуть дает о себе знать. На самом деле, даже если вот сейчас крутить руками покрытие, чувствуется, как оно проскальзывает. То есть, на месте оно не сидит. В общем, не знаю, ручка мне здесь не нравится. По вибрации. Я уже сказал, что Husqvarna показала себя лучше всех. Поэтому сравнивать, наверное, стоит со Stig. честно говоря, я особой разницы не заметил. То есть, да, вибрация есть. Я думаю, что если достаточно длительно данной пилой работать, то, наверное, в какой-то момент руки все-таки устанут. Еще из субъективного. Мне больше всего нравится рычаг переключения. Он самый удобный, на мой взгляд. То есть, тут три позиции, которые четко слышно, они четко отщелкиваются. Ты всегда понимаешь, что ты переключил в ту позицию, которую тебе надо. То есть, в отличие от Husqvarna и от Stig, конечно, мне кажется, здесь самая удобная реализация. По скорости распиливания. Олеомаг оказался не самым быстрым, хотя по некоторым параметрам, которые должны влиять на скорость распиливания, он, конечно, опережал своих конкурентов. Но по факту оказалось, что эти данные не помогли ему победить, скажем так. Окей, ну и теперь ставшая моей любимицей за этот обзор бензопила это Stig. Сразу приходят в голову. Это неудобный упор для ноги. И что еще? А, ну и, наверное, то есть, мне не очень нравится, как реализован переключатель. Он находится рядом с тросом, то есть, это достаточно неудобно. Не очень отзывчивый. То есть, хочется все-таки, когда ты переключаешь что-то, чтобы оно отзывалось. По скорости работы самая быстрая. Можете посмотреть ту часть ролика еще раз, где я пилю ствол дерева. Она справляется быстрее всех. И, несмотря на то, что у нее не такая хорошая, скажем так, антивибрационная система, как, например, на той же Husqvarna. Но из-за того, что она очень быстро справляется со своей работой, ты просто не успеваешь почувствовать какой-то дискомфорт от вибрации. Не знаю, это очень круто. Если вы новичок, а выпуск я начал как раз с того, что данный ролик, он скорее для новичков, я бы ни за что не посоветовал вам покупать Husqvarna, потому что без нужной сноровки вы вряд ли с этой пилой справитесь, вряд ли она произведет на вас хорошее впечатление. Конечно, бывалые пользователи могут сказать, что я делал что-то не так, неправильно пользовался, неправильно настроил обороты, но давайте будем честны. Я покупатель. Я покупаю товар и хочу, чтобы из коробки он работал. То есть, я его собираю и сразу иду работать им. Особенно, если я новичок. Я не хочу задумываться о том, что там надо что-то настраивать, что-то регулировать. Мне это неинтересно. Я купил непрофессиональный инструмент бытового назначения, чтобы пользоваться им в быту. Все эти тонкости мне знать не обязательно. Именно поэтому у меня сложилось такое негативное отношение к Husqvarna. В целом, против фирмы я ничего не имею, но бензопила мне не понравилась. Олео Макс собирается гораздо проще. Он проще в обслуживании, ну, по крайней мере, в тех вещах, которые я успел посмотреть. С работой справляется чуть быстрее, чем Husqvarna, чуть медленнее, чем Stiga. Но в целом советовать новичкам ее можно. Думаю, даже неопытный человек сможет во всем разобраться, поэтому почетное второе место Олео Мак. Ну, я думаю, что не стоит объяснять. Вы все поняли. Stiga моя любимица. Здесь все максимально сделано для человека. Здесь все удобно разбирается, удобно собирается. Здесь видно, сколько топлива осталось внутри. Она очень быстро пилит. Как я уже сказал, настолько быстро, что вы не успеваете понять, что она в принципе вибрирует у вас в руках. Я скажу честно, хоть мне и незачем, но мне захотелось данную бензопилу приобрести, просто чтобы была. Плюс там внутри еще всякие плюшки, такие как бутылочка для смешивания топливной смеси. Есть специальное полотно для заточки цепи. И плюс ко всему у нее еще ключ находится в корпусе. Вы его ни за что не потеряете. И гайки. Гайки тоже вы не потеряете, потому что они просто не выпадают. Честно говоря, на тестах не помню, то ли от Хускварны, то ли от Олио Мака. Одну гаечку мы потеряли и пришлось ее искать в песке. Никогда со стигой у вас такого не произойдет, даже если вы немножечко криворукий. Ну вот почти все. Нам с вами осталось обсудить одну вещь и провести конкурс. Сначала о делах, вкусненькая на потом. В этом ролике я рассказал историю, как мы позвонили на три линии поддержки разных фирм и задали им один и тот же вопрос. Мы подумали, почему бы из этого нам не сделать целую рубрику. Мы предлагаем вам писать в комментариях название бренда, инструмента и вопрос, который вы бы хотели задать. Желательно задавать такие вопросы, чтобы ответы на них не были очевидными. Если в комментариях наберется достаточное количество вопросов, мы поймем, что данная тема вам интересна и снимем отдельное видео. В общем, ждем от вас обратную связь. Ну и теперь самое приятное. Конкурс. Мы протестировали и проверили все три бензопилы, показали это вам и каждый из вас может выбрать любую из трех и получить ее, если. Если вы поставите лайк этому ролику, подпишитесь на канал и поскольку скоро Хэллоуин, расскажите в комментариях, какая страшная, жуткая или может быть даже мистическая история с вами произошла. Через две недели мы подведем итоги и победитель получит ту бензопилу, которую он выбрал. Ну вот и все. Смотрите наши новые ролики, ну а мы пошли есть тыквенный пирог. иhindраю. Пока. Продолжение следует...